В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь практическая работа направлена на формирование слаженных органов военного управления, подразделений воинских частей, обучение высокопрофессиональных военнослужащих и воспитание у них твердых морально-деловых качеств защитников Отечества. Министр обороны Леонид Мальцев. Военная разведка – это совокупность мероприятий командований, штабов, действий войск, осуществляемых с целью добывания информации о военно-политической обстановке в отдельных странах и коалициях государств вероятного или действующего противника, сведений о его Вооруженных Силах и военно-экономическом потенциале. В Вооруженных Силах Республики Беларусь разведывательные части выполняют задачи по вскрытию возможной подготовки к развязыванию агрессии против Республики Беларусь и признаков подготовки Вооруженных Сил разведываемых государств к ведению войны. Одной из таких частей является 52-й Центр управления разведкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь, номер 5-03-42, от 11 августа 1992 года, 52-й отдельный узел связи начальника разведки штаба Министерства обороны Республики Беларусь, переформирован в Центр управления разведкой начальника разведки штаба Министерства обороны. В связи с планом реформирования вооруженных сил и в дополнение к директиве Министерства обороны 4 января 1993 года, номер 5-03, Центр переименован в 52-й Центр управления разведкой начальника разведки вооруженных сил Республики Беларусь. В настоящее время Центр возглавляет полковник Борисенок Василий Викторович. Значит, 52-й Центр управления разведкой является структурным подразделением, состоит из штаба, ряда отдела подразделения. В целом, это воинский коллектив со своими устоями укладом жизни. Формирование воинских коллективов происходит не только уставами распредка меня, но также жизнедеятельностью, работой офицерской собрании, работой женсовета. А вообще без хорошего воинского коллектива выполнить боевую задачу и добиться высоких успехов невозможно. На штаб Центра в мирное и военное время возлагаются задачи по управлению подразделением, и службами при выполнении мероприятий боевой и мобилизационной готовности, обеспечению военнослужащих Центров всеми видами довольствия, а также вооружением и военной техникой. Непосредственное руководство штаба осуществляет начальник штаба подполковник Хрощо Андрей Игоревич. На штаб возлагаются задачи по организации и поддержанию управления подразделениями и службами Центра в мирное и военное время. Подготовку и проведение мероприятий боевой и мобилизационной готовности. Планирование боевой подготовки. Одна из самых важных задач – это организация боевого дежурства и службы войск, которой уделяется очень существенное внимание. На штаб возлагаются задачи по контролю, состоянием учета личного состава, вооружения и военной техники. И, естественно, как на всех офицеров-прапорщиков, задачи по воспитанию, поддержанию воинской дисциплины личного состава, офицеров-прапорщиков штаба и непосредственно подчиненных подразделений. Структурно в штаб входит следующее подразделение. Восьмое отделение выполняет задачи по организации режима секретности в Центре, контролирует выполнение правил и требований по недопущению разглашения о сведении, содержащих военную и государственную тайну. Секретная часть, которую возглавляет старший прапорщик Сидорович. Позволяет вести учет, хранение и сбережение документов секретного дела производства. Строевая часть. Ответственный исполнитель – старший прапорщик Лучинская. Под руководством старшего помощника начальника штаба майора Медьковца выполняет задачи несекретного дела производства и осуществляет оформление и учет документов по кадровым вопросам личного состава части. Субтитры создавал DimaTorzok Постоянная готовность техники связи и автоматизированных систем управления 52-го Центра управления разведкой к использованию по назначению. Эффективность ее применения в процессе управления войсками достигается правильной организации технического обеспечения. Субтитры создавал DimaTorzok Без отлаженной работы тыла невозможна деятельность войсковой части. Что такое войсковое хозяйство? Войсковое хозяйство – это материально-техническая база с запасами материальных средств, включающая объекты хозяйственного, механического назначения и учебно-материальной базы боевой подготовки и воспитательной работы, предназначенная для всестороннего и бесперебойного обеспечения жизнедеятельности, боевой подготовки и воспитательной работы, удовлетворения материально-бытовых и культурных потребностей личного состава. Основными задачами тыла является всестороннее и бесперебойное обеспечение жизнедеятельности, боевой подготовки, постоянную боевую и мультивизионную готовность части, создание условий для быстрого их перевода с мирного на военное время воспитательная работа в части строится в первую очередь согласно руководящих документов основном из которых является приказ Министерства обороны Республики Беларусь номер 17 20 мая 2003 года об организации морально-психологического обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь что же такое воспитательная работа? это приоритетная часть деятельности всех командиров, штабов, органов морально-психологического обеспечения направленных в сущность на развитие морально-психологической готовности в первую очередь к защите своего отечества территориальной целости и независимости Республики Беларусь на сегодняшний день в части работа организована положительно это дает свои результаты на протяжении уже последних трех лет самое основное, что в части у нас не допущено происшествий, преступлений а также самое основное сохранена жизнь и здоровье личного состава это дело мы достигаем в первую очередь различным проведением насыщенным проведением мероприятий в выходные дни практически все музеи города Минска которые дают нам большие возможности в этом плане наши военнослужащие уже посетили посещаем также театры очень тесные взаимоотношения у нас организованы с таким учебным заведением как профессиональный институт высший профессиональный колледж республиканского образования на сегодняшний день морально-психологическое состояние личного состава нашей части обеспечивает выполнение стоящих перед ней задач МОЛОВИТ ПОДПИСМЕНТФИ МОЛОВИТ ПОДПИСМЕНТФИ Отдел боевого управления 52-го центра управления разведкой был сформирован в 1992 году на базе аналогичного отдела командного разведывательного центра разведывательного управления Белорусского военного футболка. В настоящее время отделом боевого управления руководит подполковник Болотюк Олег Петрович. Отдел боевого управления является одним из основных подразделений центра и выполняет задачи по сбору и обработке поступающей разведывательной информации. Офицерами отдела отрабатываются отчетно-информационные документы как для руководства главного разведывательного управления, так и для руководства Министерства обороны. Личным составом отдела также регулярно отслеживается обстановка в кризисных регионах. При этом обо всех значительных изменениях в обстановке оперативный дежурный докладывает непосредственно начальнику КРУК. Кроме того, при проведении командно-штабных тренировок и различного уровня учений отделом боевого управления осуществляется дежурство на пункте управления разведкой начальника главного разведывательного управления. Однако важнейшей задачей отдела боевого управления является несение боевого дежурства, в ходе которого оперативный дежурный осуществляет руководство дежурными силами средств разведки вооруженных сил Республики Беларусь. Перед заступлением на боевое дежурство в учебном классе оперативный дежурный проводит инструктаж личного состава дежурной смены, в ходе которого проверяет готовность личного состава к несению службы, доводит особенности военно-политической обстановки, уточняет задачи на предстоящие сутки, объявляет приказ командира части о заступлении на боевое дежурство. В ходе несения боевого дежурства оперативный дежурный осуществляет непосредственное руководство подчиненными дежурными сменами. На основе полученных данных готовит отчетные информационные документы, постоянно отслеживает обстановку в кризисных регионах. Помощник оперативного дежурного осуществляет контроль за своевременностью поступления данных от подчиненных и взаимодействующих органов, принимает участие в разработке информационных и справочных материалов, ведет рабочую карту. Дежурный оператор осуществляет ввод информации в систему передачи данных в соответствии с табелем срочных донесений, осуществляет распечатку документов. По итогам несения боевого дежурства оперативный дежурный осуществляет доклад обстановки за истекшие сутки начальнику главного разведывательного управления и его заместителю по информационной работе, проводит подведение итогов с личным составом дежурной смены. Помощник оперативного дежурного докладывает оперативную обстановку за истекшие сутки начальнику отдела, осуществляет доставку документов в руководство Министерства обороны и в Совет безопасности Республики Беларусь. В настоящее время личный состав отдела боевого управления 52-го центра управления разведкой продолжает выполнять свои функциональные обязанности и готов успешно решать любые поставленные перед ним задачи. Отдел автоматизации 52-го центра управления разведкой был преобразован из одноименного отдела командно-разведывательного центра разведывательного управления Белорусского военного округа. В настоящее время отделом руководит подполковник Карлик Владимир Евгеньевич. Основными задачами отдела автоматизации являются обеспечение работоспособности технических и программных средств автоматизированных систем управления, решение оперативных задач по обмену информации между объектами разведки, соблюдение требований по обеспечению безопасности информации, техническое обслуживание комплекса средств автоматизации, инженерных систем и средств связи, поддержание их постоянной готовности к решению поставленных задач. Организация боевой эксплуатации комплекса средств автоматизации и обучение личного составила правилам работы на них. Выработка предложений по развитию и совершенствованию комплекса средств автоматизации «Дозор» и локальной вычислительной сети ГРУГ-ШАН. В ходе несения боевого дежурства дежурная смена комплекса средств автоматизации обеспечивает работу аппаратуры автоматизации и связи, программного обеспечения вычислительных систем, обеспечивает работу внутренней локальной вычислительной сети по обмену информации между должностными лицами Главного разведывательного управления Генерального штаба, Отдела боевого управления и Отдела автоматизации 52-го Центра управления разведки. Имеющееся оборудование боевых постов позволяет успешно выполнять поставленные задачи. Организованы места для проведения технического обслуживания, ремонта объектов автоматизации и печати документов широкого формата. Дежурный инженер комплекса средств автоматизации осуществляет контроль за работой системы электропитания, объектов и средств вычислительной техники. Силами личного состава отдела автоматизации оборудован компьютерный класс главного разведывательного управления Генерального штаба. В настоящее время личный состав отдела автоматизации 52-го центра управления разведкой успешно решает поставленные перед ним задачи. Узел связи является одним из основных подразделений 52-го центра управления разведкой. Организационно узел связи состоит из трех основных подразделений. Стационарного узла связи, полевого узла связи первого положения, полевого узла связи второго положения. В полевой узел связи первого положения организационно входят радиоотделение и телефонно-телеграфное отделение. На узел связи 52-го центра управления аэроразведкой возлагаются следующие задачи. Обеспечение передачи приема сигналов распоряжения боевого управления, обмена всеми видами информации в установленные контрольные сроки и с заданным качеством. Поддержание действующих связей в заданных режимах работы и организацию и установление запланированных и вновь организуемых связей. Обеспечение устойчивого функционирования средств связи и системы автоматизированного управления войсками. Автоматическое засекречивание информации, передаваемой по каналам связи. Эксплуатационно обслуживание линий связи, находящихся на балансе узла связи. Обеспечение связи с командирами и на пунктами управления при совершении марша. Обеспечение внутренней связи на пунктах управления. Обеспечение частотно-диспетчерской службы и службы единого времени на пунктах управления. В условиях повседневной деятельности данные задачи возлагаются на стационарный узел связи «Зимородок», на котором для их выполнения организовано круглосуточное боевое дежурство. Для обеспечения связью пункта управления начальника разведки в пункте постоянной дислокации. Полевой узел связи первого положения тоже выполняет данные задачи, но при развертывании пункта управления начальника разведки вне пункта постоянной дислокации. Для выполнения данных задач в радиоотделении, телефонно-телеграфном отделении организована боевая подготовка, в ходе которой личный состав данных подразделений изучает вверенную ему технику связи и учится правильно ее эксплуатировать. Полевой узел связи второго положения выполняет в повседневной деятельности специфические задачи по хранению техники связи, необходимой для функционирования узла связи в особый период. В ходе полевых выходов отрабатывались следующие вопросы. Совершенствование полевой выучки военнослужащих и слаженности подразделений в условиях, приближенных к боевым. Совершенствование навыков специалистов в развертывании и эксплуатации средств связи. Также была проведена доподготовка водителей первого периода службы с совершением 50-километрового марша. В настоящее время личный состав части активно занимается боевой подготовкой. В период с 27 сентября по 3 октября офицеры части принимали активное участие в комплексном оперативно-тактическом учении «Щит Отечества-2004». Разведчик – это не только название и звание, это особый склад характера, ума и убеждений военного человека. Это самостоятельность и выживаемость, это плечом к плечу, это друг за другом. В горости и радости – это большой, кропотливый труд. В этот праздничный день желаю ветеранам части, офицерам и прапорщикам, членам их семьи, сержантам и солдатам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, дальнейших успехов, нелегкой и ответственной службы. Вот за годом весна, за весной, годы службы моей пролетели. Шинель возвращался с вокзала домой паренек молодой в сапогах и в солдатской шине. И возвращался с вокзала домой паренек молодой В сапога и в солдатской... Нет Нет Следующий сам Хорошо Ну придете за справкой, я вам ничего не дам, честное слово Так все хорошо было Не, не вам, тут... Да пристает тут, елки-палки Поехали Основными... Основными задачами тыла является всестороннее и бесперебойное обеспечение жизнедеятельности, боевой подготовки, постоянную боевую и мобилизационную готовность части И создание условий для боевой... Для быстрой их перевода с мирного на военное положение Ну, кто там такой сложный текст писал, проще надо было Еще давай Нет, просто волнует Сейчас Снизу, открыты, что волнует Там я открыл Замусеем все эти Ну идите восьмые откроете Открывай, все открывай Открывай Открывай, открывай, говорю, открывай Все, открывай Открывай, 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 речь и открывай вторую половину. Взять, бери в руки, бери в руки, бери в руки. Вот теперь половинку положи, и потом вторую половинку положи. Так, да, вкладывай. Все? Да. Все. Сердечно поздравить вас с этим доминательным событием в вашей жизни. Хочется пожелать вам, чтобы вы, перейдя на гражданскую жизнь, сохранили и приумножили все те жизненные навыки, которые вы получили здесь, в этой части. От лица военнослужащих, которым еще предстоит служить, хочется сказать, что мы пойдем по хорошей, проторенной вами дороге. Спасибо вам за службу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.